Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем прямо сейчас. На Новый год растаял лед. Сейчас хотят кататься, а не получается. Как ледяные городки и ледовые катки Татарстана пережили сутки плюсовой температуры, расскажет Рамиль Шайдулин. Школу и в деревню Мембели охватил холод. С 21-го числа водолей такие холодные. Температуру измерила Альбина Менебаева. Предновогодний прорыв. Смотрите, какая река течет, это постоянно? Я уже повторяюсь, независимо от времени года. Об авариях, канализации в столице, словат Нахамадулян. Повышение пенсии и социальных выплат. Ключевые услуги пенсионного фонда сегодня можно получить, не выходя из дома. Какие изменения ждут пенсионную систему в новом году? Анна Городнова. Снежного Нового года не будет. Дед Мороз, похоже, заболел, а погода уже прокатилась катком. На Черном озере его закрыли, не успев открыть. В центре тает ледовый городок, а в Муслюмова заплакали чебурашка с драконом. Местный житель хотел порадовать односельчан снежными мини-парком, а в итоге сейчас от фигур цветные лужи. Как между делом тает лед. Рамиль Шайдулин. Утро выдалось недобрым. За день до открытия ледовые скульптуры в сказочном городке начали стремительно таять. Чтобы хоть как-то спасти фигуры, их укрывают по типу термоса. Но и это не спасает. Уже за день твердый лед стал мягким. Швы начинают расползаться, таять, но я думаю, оно все же продержится. Главное ледяное царство Казани должны открыть уже завтра, а вот в Муслюмове сохранить целый батальон снеговиков хотят хотя бы до Нового года. Местный скульптор создал свой мини-городок у дома, но чебурашка, дракон и солнце уже плачут от зимней несправедливости. Перед зимними капризами не устоял и свежеоткрытый каток на Черном озере. Еще вчера в это время здесь была масса народа, а сегодня он огорожен цепью. Еще вчера самой оптимальной обувью здесь были коньки, а сегодня, похоже, уже сапоги. С утра человек 15, наверное. Но все приходят, интересуются, почему закрыт каток. Все хотят кататься, а не получается. Погода прокатилась с катками, и здесь уже смирились с оттоком клиентов. Понимают, все временно лучше переждать пару дней тепла, чем тратить месяцы на ремонт льда. Мягкий, и получается, когда люди выходят на лед, он трескается и портится. Если на улице все же похолодает, каток откроют послезавтра, ведь по плану организаторов он должен был стать местом паломничества в новогоднюю ночь. Но температурный плюс пока работает в минус. Рамиль Шайдулина, Мерзалюшев, ТНВ, Казань. Но есть плюсы в таких плюсовых температурах, отступившие хотя бы на время. Холода сейчас больше всего радует детей и преподавателей детского сада и школы в деревне Мемдель Высокогорского района. В понедельник здесь сломался один из двух котлов. Температура в помещениях в два раза ниже нормативов. Альбина Минебаева спросила, кто ответит за минус при плюсе. На обычные занятия в садике сбор как на уличные игры. В одних колготках в садик в деревне Мемдель вход воспрещен. Средняя температура в помещениях 13 градусов, в два раза ниже, чем по нормативам. Холод пришел еще на прошлой неделе. С 22-го уже, все, с утренника уже. В куртки ходят, в сапогах, в шапки ходят мои дети. Здесь холодно. Здесь не работает, все равно даже не показывают. Кран закрыт, все равно уже не работает. В понедельник один из двух котлов перестал работать. Неисправность определили накануне. Вода поступает вот внутрь котла, а оттуда, значит, циркуляции нет. С одним котлом во всем здании батареи работают лишь наполовину. В школе, где помещение арендует детский сад, 23 года. Именно столько не было и капремонта. Температуру дополнительно понижают и щели в окнах. Температура в спальной комнате не поднимается выше 16 градусов. И это еще, говорят, более-менее тепло за счет одеял, которыми накрывают окна, а под ним еще и слой полиэтилена. Тем не менее, спать здесь точно невозможно, особенно вот на таких вот железных кроватях, на которых еще и всего лишь один слой матраса. У нас дети никогда в шортиках не ходят. Всегда колготки, штаны теплые, теплые уфты. В самой школе учатся больше 80 детей. Сейчас они на каникулах. В школу ходят лишь те, кто записался на лагерь. На ногах у нас ботинки, то, что мы на улице одеваем. И потом шапки, если очень холодно, даже валежки одеваем. Управление районного образования заверило, что будет отремонтирован котел. Ситуация с окнами гораздо туманнее. По окнам какие-то сроки я сейчас оставить не буду. Это бюллетная организация. Деньги будем просить бюллет. Санпин нам прописал все это, как бы предписание, что окна надо заменить. Это я все показывала. Но мне как объяснили, что наша школа только 94-го года открытий. И нам надо, чтобы попасть в вот эту программу, надо, чтобы будет 30 лет. Котел должен закипеть. Завтра об этом говорят уверенно. Нам не исключено, что в 2018-м педагогам придется искать одеяло и для ока. Альбина Менебаева, Рина Цафин, ТНВ, Высокогорский район. Жестче контролировать перечисления страховых взносов, а главам районов следить за тем, куда направляют маткапитал. Такие поручения дал на итоговой коллегии пенсионного фонда, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. С нового года пенсионную систему ждут сразу несколько изменений. Они касаются повышения пенсий, нововведения в программе маткапитала и электронных сервисов. Обо всем по порядку. Анна Городнова. Средством материнского капитала можно распорядиться на следующей цели. На видеосвязи специалист пенсионного фонда. Это виртуальная клиентская служба. Терминал заменяет полноценный прием. После консультации специалист может вывести на печать необходимые документы. Строить полноценную клиентскую службу дорого, долго, сложно. Поставив терминал, можно всегда снимать многие вопросы пенсионного обеспечения, которые возникают у населения. Консультирование по видеосвязи проходит вот из этого контакт-центра. Специалисты пенсионного фонда отвечают на телефонные звонки и принимают сообщения, которые поступают из социальных сетей и мессенджеров. Будущие и уже пенсионеры предпочитают не стоять в очередях. 86% татарстанцев подали заявление на назначение пенсии или смену ее доставки в электронном виде. С 1 января страховая пенсия неработающих пожилых вырастет почти на 4%. Средний размер всех пенсий 12 553 рубля. Темп роста составил 4,8%. Программе маткапитала в этом году 10 лет. 90% семей направили его на улучшение жилищных условий. Проблемой остается незаконное обналичивание средств. Не урегулирован контроль за деятельностью коммерческих финансовых организаций, которые зачастую оформляют взаимы на приобретение редких жилых помещений. Премьер-министр республики поручил главам районов жестче контролировать этот вопрос. Так же, как и назначение пенсии, ответственны за это в том числе и руководители ликвидированных организаций. Многие из них, как показывает практика, не отличаются дисциплиной. В итоге нередко при оформлении пенсии у граждан возникают проблемы с подтверждением стажа работы из-за неверно оформленных записей про трудовую книжку. С Нового года в стране вводится новый вид социальной пенсии. Ее будут получать дети, родители которых неизвестны. Это подкидыши или найденные малыши. С 1 января они будут получать по 10 тысяч рублей. Так же, как и те, кто получает пособие по потере кормильца. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Пожарный извещатель вновь спас людей от пожара. Многодетная семья из Зеленодольска успела выбежать из огня. Это уже десятый случай за два года в республике, когда благодаря устройству удается вовремя вывести людей. А вот дома отстоять полностью не удалось. И сейчас семья ютится во временном жилье. История спасения в нашем сюжете. Беды в многодетной семье никто не ждал. Отец шестерых детей только уехал. Дома оставались мама с младшим ребенком, которому нет и месяца. Старшие были в школе и детском саду. Счетчик выбила. Потом на кухне сигнализацию запищала. Я пошла искать. Чувствую что-то запах. Веранда уже была в дыму. Женщина позвонила мужу из службы спасения 112. Пожарные прибыли на место буквально через пару минут. К этому времени огонь перекинулся на крышу дома. Ирик вспоминает, как схватил малыша и помог жене выбежать на улицу. Жена уже одета была. С пожаром спасатели справились за 20 минут и не дали огню полностью уничтожить жилую постройку. Но жить в прокопченных стенах, залитых водой, многодетная семья уже не сможет. Миндубаевы с шестью детьми ютятся в стареньком однокомнатном доме. Они уже давно стоят в очереди на льготное жилье. С просьбой ускорить получение они обратились в администрацию. Сейчас собирают документы. 65% погибших на пожарах находились в состоянии сна. Данный автономный пожарный извещатель помогает людям своевременно обнаружить пожар. Извещатели начали устанавливать по инициативе президента Татарстана два года назад, после трагических событий в Лениногорском районе. Тогда, в новогодние праздники, в огне погибли мать и пятеро детей. Сейчас в Татарстане установлено уже более 17 тысяч таких приборов. Зафиксировано 10 случаев, когда они спасли жизни и предупредили крупный пожар. Ручей из-за отходов, неприятный запах и постоянная авария. К нам в редакцию обратились жители дома по улице Олега Кашевого в Казани. Они просят разобраться в постоянном засоре канализации. Аварийные бригады приезжали к ним за неделю уже несколько раз. В чем дело и почему люки протекают по всему городу, словат Мухаммадуллин. Смотрите, какая река течет. Это постоянно, я уже повторяюсь, независимо от времени года. Среди белого полотна канализационный ручей. Любовь Романова уже в истерике. Женщина живет на первом этаже и постоянный засор для нее оборачивается неприятным запахом в квартире. За последние две недели, по ее словам, аварийная бригада в этом дворе стала постоянным гостем. Я вот лично видела, наверное, раз в три, что они уже приезжали. Я смотрю, вода-то, она как была, так ослает. Люк закрывает и уходит. И через несколько дней опять? Мы живем на первом... Да, да. Работники аварийной бригады сетуют на самих жителей. Дескать, кидают, что попало в стоки. Да и особенным этот случай не назовешь. Нам дают список. Мы, как говорить, ездим. А много под Новый год таких? Есть, есть. Есть? Это вот за сегодня какое уже? Это у нас где-то восьмой или десятой уже. Убирать последствия аварии придется, похоже, уже по годе. Дежурная бригада лишь устранила причину их вызова. Жителям ближайших домов придется ждать снегопада и, конечно, быть внимательней. Постоянные засоры в северной части столицы, похоже, надоели уже и водоканалу. Оказалось, все дело не справляющиеся с объемами КНС Верхняя. Кировский район, это Московский район, Новосоведовский район, Лербышки. Они канализуются сейчас через КНС Верхняя. Она у нас переполнена. Через этим в прошлом году мы начали строить новую станцию, которая в два раза превышает мощность действующей, и которая позволит снять эту вообще проблему города Казань. КНС Заречья планируется сдать уже в следующем году. А запах на первых этажах может быть из-за нарушения гидроизоляции подвалов живых домов. Это вопросы уже к управляющим компаниям. Салават Махмадолин и Гараманов ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Татарстан выстрелил! Поверьте моему опыту мировому, скажем так, я был на планете Земля практически везде. Мы в топе. Почему наши стрелки считаются лучшими в России, узнал Сергей Хайдаров. Мой дом, моя площадь. Очень много было недоверия, очень много сомнений. Какие общественные пространства челнов дизайнеры создавали вместе с горожанами, расскажет Рамиль Шайдулин. Татарстан примет участие в подготовке дорожной карты развития исламской экономики. Об этом стало известно сегодня во время рабочего визита в Дубай Рустама Миниханова. Президент республики посетил Центр развития исламской экономики и Исламский банк. По итогам встреч с министром экономики Арабских Эмиратов и местными банкирами стороны договорились о сотрудничестве и определили тему международного форума «Казан Саммит-2018». Его посвятят халяльному образу жизни. Политически спланированного нажима на республику в 2017 году не было. Такое мнение сегодня высказал Фарид Мухаммедшин. Спикер Татарстанского парламента встретился с руководителями республиканских телеканалов, главными редакторами газет и информагентств. Он подвел итоги уходящего года, о чем говорили Дмитрий Аринин. До того, как Новый год наступил, Фарид Мухаммедшин ответил на вопросы, которые в 2017-м вызывали больший общественный резонанс и чаще становились главными темами новостей. Спикер прокомментировал и мнение, которое появилось в республике в последнее время, что против Татарстана объявлена гибридная война. Крахт от Фомбанка, непродленный договор, ситуация с татарским языком. Не звенит ли это одной цепи, спрашивают журналисты. Личное мнение хочу высказать. Я не вижу, что это целенаправленное давление на один из субъектов Российской Федерации. Говоря о банковском кризисе, который с Татфонбанком случился, вы видите, по всей стране таких банков сегодня, которые в банкротном состоянии находятся, все больше и больше. Остальные вопросы связаны с текущей жизнью. Что Фарид Мухаммедшин думает об оппозиции, и в частности в госсовете Татарстана? Почему на сессии парламента без дискуссии завершилось рассмотрение языкового вопроса? Что будет с начальниками, которые не принимают граждан? Какой должна быть реакция властей на материалы СМИ? И почему нужно смотреть новости? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в программе «Закон парламента общества» в это воскресенье в 12.30. Дмитрий Айригин, Сергей Малыгин, ТНВ, Казань. От Казани до Верхнего Услона за 8 минут сегодня на акватории реки Волга открылась навигация судов на воздушной подушке по маршруту Казань-Верхний Услон. Время в пути займет всего 8 минут. Такие подушки смогут вместить до 9 человек. Рейсы будут ежедневными. Из Казанского речного порта судно будет отправляться 5 раз в день. Расписание рейсов сейчас на экране. Под крышей дома своего будут встречать Новый год участники жилищных программ в набережных Челнах, Нижнекамске и Бугульме. Сегодня в этих городах заселили многоквартирные дома. Инвестором-застройщиком жилья стал Государственный жилищный фонд. В преддверии новогодних праздников челнинцы получили долгожданный подарок – ключи от собственных квартир. Сегодня в поселке Сидоровка состоялось заселение 10-этажного дома, построенного по программе соципотеки. Новоселами стали 194 семьи. Это работники бюджетной сферы, врачи и учителя. Спасибо. Перед Новым годом сделали подарок, обещали на следующий год. Но вот так вот неожиданно нам сообщили. Вот с работы подорвались, прибежали. Не остались без предновогоднего подарка и нижнекамцы. Жильцами новой многоэтажки стали 240 участников программы социальной ипотеки и врачи-грантополучатели. С начала 2017 года по жилищным программам, реализуемым госжилфондом, в Нижнекамске построили и сдали 15 домов. Все замечательно. Такие уж претензии к строителям. Все равно заезжали на стройку, смотрели, как это происходит. В принципе, довольны. Новый 38-ми квартирный дом в Бугульме тоже сегодня принял своих жильцов. Новоселами стали участники программ переселения граждан из аварийного жилья, предоставления жилья детям-сиротам и социальной ипотеки. Новоселье прошло и в Сабинском районе. Здесь открылись сразу три социальных объекта. В Явлаштаунском поселении после капитального ремонта вновь начал работать дом культуры. В селе Нижний Семет открылся новый детский сад. А в самих богатых собах начала работать новая модульная лыжная база. Светлана Звонарева, ТНВ, Набережная Челны, Нижнекамск, Бугульма, Сабинский район. Они еще только обживают новые стены, а вот жители Кировского и Московского районов уже готовы встречать Новый год в празднично-оформленных квартирах и даже в подъездах казанцы в преддверии праздника создают сказку в домах и во дворах. Так, к примеру, сейчас выглядит подъезд дома номер 5 по улице Шамиль-Усманова. Елки на окнах и гирлянды на стенах. Самый нарядный подъезд и двор выберет администрация Кировского и Московского районов. Победителя наградят сертификатом на 50 тысяч рублей. Эта сумма пойдет на благоустройство подъезда. Мы участвуем в конкурсе подъездов, который организовал московский исполком. Поэтому мы сделали объявление по всему подъезду и все приносили украшения, и мы украшали подъезд. Мы хотим завоевать приз, а приз достойный очень. Точно в цель выстрелили и оказались в топе сегодня. В центре стендовой стрельбы Свияга наградили лучших стрелков республики. Среди них как члены сборной республики, так и Олимпийской сборной России. Только за последний год они принесли в копилку страны сотни медалей с европейских и мировых первенств. Как наши стрелки попали в топ, узнал Сергей Хайдаров. Сегодня для татарстанских стрелков, пожалуй, один из самых приятных дней в году. После тяжелого спортивного сезона они наконец-то могут расслабиться и подвести итог. Для Николая Теплого этот год стал особенным. Он впервые получает награду не только как спортсмен, но и как тренер. Нерочишь сильнее, переживаешь больше, бегаешь, там зубы пальцы грызешь. И как бы не очень просто это все. Непростым и ответственным этот год стал для всех стрелков республики. В сентябре Татарстан впервые принимал чемпионат мира по стендовой стрельбе. Принимали участие сразу 7 татарстанских спортсменов. В их активе по итогам оказалось 6 медалей. И особенно я хочу отметить Николая Теплого, золото, миксты, серебро, сагадово, них мужские команды. Имена татарстанских спортсменов уже на слуху во всем мире. Дело легендарных стрелков Светланы Деминой и Василия Мосина сейчас продолжают новые звезды. Для них в нашей республике есть все условия. Новые базы спортивные в Сабинском районе построены и работают на полную мощь. Новые стрельбища, а также провели реконструкцию стрельбища в Тетюшском районе. Таких условий, которые созданы в республике Татарстан, в России больше нет. Это беспрецедентный случай. И уж поверьте моему опыту мировому, скажем так, я был на планете Земля практически везде. Мы в топе находимся. Подведя итоги года и получив заслуженные награды, спортсмены отправились не на отдых, а на тренировку. Новый сезон для них начнется уже в марте будущего года. И стартовать он будет на юге России. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаммедов, Верхнеуслонский район. Из частного, вообще звеная в Челнах после реконструкции открылся Шишкинский бульвар по проекту, созданному силами строителей, властей и горожан. Такой вовлеченность татарстанцев в развитие комфортной среды не раз оценивал президент страны. И вот он новогодний подарок, который челнинцы сделали сами. Рамиль Шайдулин о новых общественных пространствах Автограда. Красные дорожки и красные арт-объекты. В Челнах появилась своя Красная площадь. И пусть это все тот же городской бульвар, но по значению для горожан. Практически памятник городской истории. В 2000-х бульвар мог потерять свою добрую половину. Когда здесь чуть было, не построили жилой дом. Но горожане со строителями и властями сначала отстояли место, а затем с нуля создавали новый облик общей победы. Каждый этап работы они отражали в соцсетях. Здесь же принимали предложения и обсуждали. У нас были самые интересные и самые сложные встречи в набережных Челнах с горожанами, когда мы обсуждали, какими должны стать наши пространства. Потому что очень много было недоверия, очень много сомнений. Изменения коснулись ни одного Шишкинского бульвара. В этом году в новом виде предстали еще и площадь Азатлык, бульвар Тинчурина и набережная Тукая. Сумма идет более 600 миллионов рублей. Это серьезная поддержка со стороны республики, со стороны Российской Федерации. И мы за это благодарны. Безусловно. Теперь результатом довольны и родители, и детвора. Новый год бульвар встречает в красных тонах, но уже к весне призван стать красно-зеленым. Челнинцы уже готовят и новые саженцы. Рамиль Шайдулин, Шатаюба, Польбер, Шифигулин, ТНВ, Набережные Челны. И уже яркими огнями зажглась елка на центральной площади набережной Челнов. Несмотря на проведение реконструкции, площади челнинцы не остались без новогодней красавицы. Кроме елки, гостей порадовали интересные световые решения, праздничные конструкции. Для развлечения горожан залили каток и соорудили горки. Во время новогодних каникул в елочном городке будут продавать выпечку, горячие напитки и сувениры. А уже завтра, несмотря на все капризы погоды, на площади Тысячелетия в 5 часов вечера зажгутся огни главной елки Казани. В часть главного новогоднего события для гостей выступят танцевальные коллективы, народные ансамбли, вокалисты и артисты оригинальных жанров. Здесь же откроется ледовый городок со скульптурами Деда Мороза, Снегурочки и символом предстоящего чемпионата мира по футболу Волка-Забиваки. Далее спорт и прогноз погоды, а сразу после программы «Вызов 112» расскажет о том, что случилось в городе и районе. Мы же встретимся еще раз в 21.30. Новый год. Новый год – это всегда веселье, праздничное настроение и чудеса. Чудеса, которые мы создаем сами. Казань Оргсинтез поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым годом. Обувь от компании «Идеал». Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Финальная распродажа автомобилей «Ниссан» в Канавто. Выгоднее не будет. Преимущество до 400 тысяч рублей. Регистрация в ГИБДД в подарок. Ваш «Ниссан» ждет вас в Канавто. Суперакция в «Деньги мигом». Деньги под 0% на 7 дней. Без залога и поручителей. Подробности в офисах и на сайте компании. 30 декабря, а также 3, 5, 7 января приглашаем в сквер Дворца земледельцев на новогодний праздник. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос. Добрый вечер. Время новостей и спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Два Барса, Казахстанский и Казанский, столкнулись между собой. В предпоследнем поединке года Астана приняла очередной матч КХЛ. Оба коллектива подошли к игре не в лучшем настроении. Акбарс до этого проиграл дважды, а Барыс не мог одержать победу уже в трех матчах подряд. Поэтому игра должна была переломить традиции той или другой команды. Приуспели в результативности гости. Клинхаммер, Галеев, Виськов и дважды Ландер огорчили соперников в общей сложности пять раз. На что казахстанцы ответили двумя голами. 5-2. Уверенная победа Акбарса. В заключительной игре команда Белеледдинова завтра встретится с Сибирью. Сегодня сыграли наконец-то так, как мы и должны играть. Все четыре звена, все 20 человек били, старались, сыграли на результат. Хочу поздравить с Сашей Реченкова. Первая игра. Убедительная победа. Уверенно стояла воротах. Ватерпольная классика последнего десятилетия. Матчи между Казанским Синтезом и Московским Динамо давно стали украшением всего российского чемпионата. Лучшие ватерполисты страны и мира, а также два тренера, завоевавшие европейский кубок в одной команде. Теперь по разные стороны баррикад. В межсезонье Динамо заметно усилилось. В том числе клуб пополнили сразу три основных игрока Синтеза. И в матче с казанцами гости были фаворитами. По итогам всех периодов Динамовцы были чуть точнее. Итоговый результат 8-6 в пользу гостей. Сегодня в бассейне Оргсинтез заключительные матчи календарного года. Дубль играет с Динамо, а основной коллектив принимает клуб из Минска. Пропустили мы достаточно мало. Это хорошие показатели. Забили шесть голов. Безусловно, второй-третий период не могли забить, поэтому было очень сложно. Динамо великолепно отобранялось. Думаю, результат закономерен. Команда сделала все, что могла на данный момент наш. Уникс узнал своих соперников по ТОП-16. После завершения групповой части Кубка Европы стали известны участники следующего этапа. Казанцы попали в группу Эйч вместе с итальянской Рейджи Эмилией, французским Лиможем и Вильербаном. С командой из Франции Уникс в разные годы встречался в Еврокубках. Последний соперник нашей команды определился в ходе настоящего триллера. Матч Испанской Гран-Канарии и Вильербана продлился около двух с половиной часов. Игры ТОП-16 пройдут с 3 января по 7 февраля. По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четверть финала. Они пройдут 6 и 14 марта. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска и заготовитель корпусный мебельный заказ Данил Мастер. Данил Мастер поздравляет всех с наступающим Новым Годом и желает исполнения всех желаний. А для комфорта уюта в доме закажите шкаф-купе по вашим размерам. Только до 9 января назовите пароль ДМебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В погоде пока без изменений. По-прежнему ожидаются осадки и повышенные температуры для этих дней декабря. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно. Местами ожидается дождь. Температуру воздуха составит плюс 1 градус. На северо-востоке местами снег. Не исключен дождь. Температура воздуха там будет до 1 градуса тепла. На севере республики ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков и до 1 градуса тепла. На северо-западе ожидается снег с дождем и около 0 градусов. На юго-западе республики снег, местами дождь и до 1 градуса тепла. В центральном районе республики облачно, преимущественно без осадков и до 1 градуса тепла. Последующие сутки немного подморозят. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды по торговой марке Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антибригарным и декоративным покрытием, товар для туризма, отдыха, форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается дождь и около 0 градусов. Ветер южный слабый. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 96%. Магнитное поле земли спокойное. Строительно-монтажное управление 12 поздравляет новосел в ЖК Приволжске с наступающим Новым годом. Счастья вам и семейного благополучия. Торопитесь и вы стать обладателем квартиры в доме на берегу Волги. В Новый год в новой квартире. Мир вашему дому желает всем жителям Датарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК Приволжский. В Новый год в новой квартире.